Всем привет, друзья! Вы на нашем канале Alex Samuel in USA. Сегодня в видео я решила вам показать, какие аптеки в Америке. Некоторые зрители нас просили снять такое видео, и на самом деле это интересное видео, потому что аптеки в Америке отличаются от аптек в России, в Украине, ну, в тех странах, из которых наши зрители, которые смотрят чаще всего наше видео. Поэтому, я думаю, это будет познавательно, с одной стороны, и интересна ваша обратная связь тоже, что отличается, что вы заметили отличительного, что может быть также, потому что мы уже какое-то время живем в Америке, и может быть что-то изменилось даже в России, например, да, или в Украине, мы не знаем. Поэтому интересно будет послушать ваши отзывы об этом видео тоже. Ну, пойдемте. Это вот сеть аптек в Америке CVS. Есть еще Walgreens и еще некоторые аптеки. В магазинах, например, в супермаркетах, вот в Publix, Walmart, там тоже есть свои аптеки. Но я приехала сюда, здесь она работает 24 часа, там есть с той стороны, где можно на машине подъезжать и там покупать или брать заказы. Заходим. На самом деле аптеки очень похожи на магазины. Здесь продаются не только лекарства, но, как вы видите, прямо на входе нас уже встречают цветочки. Просто хочу пройти сразу вперед, показать вам именно аптечный отдел, каким образом он разделяется, как здесь все это устроено. Значит, вот здесь вот эти ряды, они посвящены именно здоровью, все, что связано с аптекой, первой помощью и так далее. Лекарства, которые получаются по рецепту, их можно взять вот там, видите, за вот этим ограждением. Там работают специалисты. Здесь уже именно вот, например, здесь можно забрать свои лекарства, получить консультацию. Вот, получается, там все вот так выглядит. Вот в этих пакетиках находятся лекарства для определенных людей, с фамилией уже все, на кого они заказаны. Большое отличие именно от аптек, к которым мы привыкли, вот в России или в Украине, что здесь не все лекарства можно купить вот так вот в свободном доступе. Нам некоторые лекарства нужно иметь обязательный рецепт. И даже на многие лекарства, которые мы привыкли у себя в странах покупать, без рецепта, здесь эти лекарства не купишь. Даже элементарно, там каплюшные, например, уже нельзя купить в обычном месте, где продаются разные лекарства, только по рецепту врача. Обезболивающие, антибиотики, разные там мази, крема, в которых тоже присутствуют эти компоненты, их тоже не купишь просто так. Это нужно идти к доктору. Доктор выписывает рецепт, отправляет рецепт онлайн сюда, в аптеку. Ты приходишь и говоришь свое имя, фамилию, дату рождения. Они смотрят по системе, выписан ли вам этот рецепт. Если он выписан, они уже оформляют его вот в этот пакетик отдельно, либо он у них уже стоит готовый. Потому что чаще всего, когда доктор выписал, приходит сообщение на телефон, что ваш рецепт готов, можете прийти его забрать. И поэтому у них уже вот эти пакетики готовые стоят с теми рецептами, на которые у них пришел заказ от лечащего врача. И ты приходишь, просто говоришь свои данные, они выдают тебе этот пакетик. Просто иногда даже лекарство стоит там 3 доллара, например. Но ты не можешь его взять без рецепта. Все равно тебе нужен рецепт. И вот такая система. Также там есть окошко, где можно с улицы подъехать и точно так забрать. Не нужно заходить внутрь, не нужно стоять в очереди. Ну здесь вот физически, да, можно заехать с улицы, с машины. Там стоит человек, который отвечает именно за вот эту услугу. Он тоже те же самые вопросы задает, просто он потом кладет специальную такую трубу, скажем так, этот рецепт. И там на другой стороне человек уже с окошка, прямо с машины открывает и получает свой заказ, свой рецепт. Кстати, здесь еще делают вакцины тоже. Вот, например, вот эти стульчики стоят для тех, кто в очереди находится, чтобы сделать вакцину. Ну, определенную там от гриппа, от коронавируса, еще какие-то. Вот написано, что вот это эре, вот это место, оно именно для вакцинации за ширмочкой там. Ну для этого нужно записываться, как правило, или приходишь, они там тебе говорят, подождите, и туда проходишь. Значит, смотрите, вот это место, здесь получается вот все, что связано со здоровьем, но то, что можно купить без рецепта. Вот, например, здесь предметы первой помощи. Разные пластыри, разные гели обезболивающие. Здесь, конечно, куча всего. Перчатки, всякие бинтики, салфетки, да, вот разновидности всяких пластырей больших, маленьких, стерильных и так далее. Вот эти вытягивающие повязки, пластыри такие в мотках. Цены, конечно, обычно в аптеках не дешевые, но вот это все. Но здесь есть такая система интересная. Очень часто бывают определенные скидки, и можно быть членом также этой аптеки, и там тоже делается дополнительная скидка. Это очень удобно. Так, вот здесь продается также у нас спирт, перекись, все, что с этим связано. Даже вот спрей, да, есть спирт. Это вот крем такой, ну типа, типа с антибиотиком. Да, вот написано тут антибиотик. Вот именно вот этот крем, видите, можно купить его просто так, хотя в нем антибиотик. То есть как-то вот они различают, не знаю, эти все лекарства. Что-то без, вот даже с антибиотиком ты можешь взять, а что-то нельзя, только по рецепту. Для быстрого заживления, для обеззараживания, если поранился. Так, ну здесь у нас различные пластыри, то есть предметы первой необходимости. Также разные аксессуары, скажем так, да, для людей с ограниченными возможностями. Вот видите, например, стоит, что здесь можно получить какой-то возврат, какую-то скидку. Ну так, сделаю легкий обзор, не буду, конечно, останавливаться на каждом предмете. Просто, чтобы, может быть, даже пройти, вот так внешне вам будет все равно понятно, что относится к тем товарам, которые продаются без рецепта. Так, вот они разные тут палочки, костыли, да. Здесь у нас идут, вот, например, ибупрофен продается. Это тоже вот разные обезболивающие разных видов. Вот такие. Но цены, видите, бывает, что вот 5 долларов, например, возврат будет, если купить 2. Где-то, например, вот так написано, что берешь одну, на вторую 50% скидка. Ну вот, например, вот эти лекарства, они идут против цистита, да. Аспирин, пожалуйста. Я, если честно, половину лекарств сама особо не знаю. И это хорошо, с одной стороны, что я с ними настолько близко не знакома. Вот, например, для мигрени, да, какие-то убрать мигрень лекарства. Вольторен гель против боли в спине. Вот тоже от мигрени какой-то пластырь предлагается. Здесь вот для сна сиропы разные. Сиропы, таблеточки, мелатонин. С этой стороны у нас тоже с лидокаином разные. Крема от болей в суставах, от боли в мышцах и так далее. То есть вот эти препараты, аппараты можно купить здесь без проблем. Для этого не нужен врач. Ну вот такие вот всякие разные. Знаете, как интересно, что вот то, что здесь продается, например, Вот, помните, у нас тип такой в распаковке попадался на шею тоже. Например, с рук очень сложно продать у нас на Фейсбуке. Потому что написано, что все, что связано со здоровьем, нельзя продавать. Только вот в аптеке это можно купить. Но не на всех сайтах. Некоторые сайты позволяют это делать. Так, вот такие вот пластыри тоже, которые или охлаждают, или горячие. Да, вот они разные бывают. В общем, разные куча кремов, которые именно для суставов, для спины, для мышц и так далее. Здесь тоже примерно для этого, только разные бандажи, разные корсеты, пояса и так далее. Много всего и для ступни, и для щиколотки. Для коленей. Тут для рук. Хорошо, когда вот такой большой ассортимент. То есть ты пришел, и можно все, что угодно найти. Вот в этом плане, если руку потянул. Так, вот даже колготки здесь продаются, смотрите. Колготки, гольфы. Вот этого я, кстати, не знала. С вами хоть сейчас, знаете, посмотрю в аптеке, что есть, хоть буду знать. Потому что, когда заходишь, обычно, ну, по назначению, да, пошел, взял и вышел. А вот так, чтобы прогуляться, поизучать ассортимент, особо времени не хватает. Тут разные такие кейсы для таблеток на неделю, да. Чтобы, может быть, кто много пьет разных таблеток, принимает, чтобы ничего не забыть. Можно сразу разложить себе по дням. И потом просто уже достал из ячейки и выпил. Особенно для пожилых людей очень актуально, потому что они могут что-то забыть. Что-то у них может там упасть. А когда вот так вот они разложили, все, им потом проще. Они в стаканчик высыпали и нужное выпили количество. Так, здесь у нас идет для детей, для маленьких, да. Тут разные приспособления. И также средства всевозможные. Тот же Телленол, тоже для детей. Что-то для боли, что-то ибупрофен детский. То есть здесь уже детский отдел. Практически все то же самое, что для взрослых продается, только для детей. Разные сиропы. Вот от простуды, от насморка, от кашля. И все такое. Детская часть. Кларитин, зертек. Здесь у нас уже от аллергии. От аллергии тоже вот в общем доступе, в принципе, можно купить. То есть детские возможные сиропы. И в таблетках. С разными вкусами, видите, для детей сделаны. Так, здесь вот тоже у нас для... Полностью отдел написано здесь все, что касается аллергии. Все возможные препараты. Да, чего только нет. Думаю, цены примерно вы видите, да. Есть какие-то очень дорогие, но для аллергии на самом деле очень дорогие. Вот, например, зертек. 60 таблеток, видите, 35 долларов почти стоят. Вот, скидка какая-то есть небольшая. Но я вот по этой программе, я здесь зарегистрирована. Они там разные акции предлагают. Последний раз я заказывала вот такой зертек. И он стоит 24 доллара на сайте, стоил. А мне он обошелся в итоге в 9 долларов. Потому что они там каждый месяц дарят 10 долларов за то, что... Ну, как бы они 5 долларов снимают за обслуживание. И 10 долларов каждый месяц начисляется на ваш аккаунт. Плюс там разные-разные акции. Все это суммировалось. И мне он получился в 9 долларов. Это удобно. Сначала хотела отказаться от этой программы. Потом поняла, что нет. Очень даже выгодно. С этой стороны у нас все, что касается кашля. Вот, например, да, есть тут и вот эти ингаляторы продаются. Но мы вот нашли себе ингалятор в потерянных посылках. Сколько этот стоит? Но этот дорогой. Этот 103 доллара стоит. Он немножко, конечно, другой. Не такой, как у нас. Вот, 75 долларов. А мы взяли за 7 долларов. Вот тут разные как раз вот эти лекарства необходимые для этих ингаляций. Смотря какие у вас показания. Так, здесь у нас всякие конфетки, которые нужно рассасывать. Холс и им подобные. Здесь у нас тоже таблеточки, сиропчики. Ну, понимаете, ассортимент, конечно, лекарства у нас очень большой. И у вас, и у нас везде. Так, здесь тоже сиропы от простуды, от гриппа, от кашля. Терафлю. Разных фирм. Есть у них вот отдельно конкретно их бренд, да, от CVS. Есть брендовые, которые выпускаются фармацевтическими компаниями какими-то. А это вот именно от аптеки, CVS. Сюда мимо проходим. Здесь у нас продается туалетная бумага, бумажные полотенца. Все, что нужно в хозяйстве. По сути, если что-то срочно нужно, вот можно прийти в CVS, и ты обязательно что-то найдешь. То, что тебе нужно купить для дома. Вот одноразовая посуда, пожалуйста. Просто продается. Скидка даже на него какая-то, видите? Стаканчики, пакетики, мешки для мусора. Ну, хорошо, мы тут прошли один отдел. Здесь уже для грибка, например. Вот плотримозол крем. Для ступней. Разные всякие спреи. Здесь все, что касается грибка. На ногах, на руках, на ногтях и так далее. Много-много разных средств. Стельки ортопедические разные. Всякие подкладочки на косточки, например. Да, вот такие пластыри. Куча всего. Знаете, смотришь, когда все есть. Кажется, ничего себе, выбор. Не страшно, что-то случится, есть куда пойти. А вот что-то случается, приходишь, и именно это вещи нет. Обычно так бывает. Но у меня, во всяком случае, так бывает часто. Ну, здесь то, что все для педикюра, да? Разные средства, маски, инструменты, терочки. Все, чем пользоваться можно для педикюра. Так, что у нас тут написано? Здесь, я так понимаю, что-то для кишечника, наверное. Для кишечника, для пищеварения. Потому что вот разные клетчатки, пробиотики. Вот это вот все здесь стоит в этом отделе. Тоже сейчас всякие разные акции. Очень часто у них вот такие желтые циники висят. Постоянно. Либо скидка конкретная, фиксированная. Либо вот один берешь на следующий 50%, у тебя скидка. Ну, и с этой стороны у нас отыжоги. Вот эти вот, по-моему, отыжоги идут таблеточки. Омепрозол, вот это тоже отыжоги. Интересно, чем отличается? Потому что я знаю, что омепрозол тоже по рецепту некоторые выписываются. А некоторые вот есть, можно так купить. Интересно, есть ли какая-то разница в этом? Ну, в общем, тут тоже для кишечно-желудочных всех дел. Разные лекарства. Друзья, я не могу на каждом останавливаться. Я, может быть, вот так вот коротенький делаю обзор, показываю. Вы можете ставить на паузу и посмотреть, что тут есть. Цена какая. Я уже, наверное, ускорюсь, потому что не хочется останавливаться долго на одном отделе. Потому что магазин этот большой. Можно сказать, это магазин. Так, здесь у нас разные капли уже идут для глаз, для ушей, для носа и всего остального. Очень много. Это то, что без рецепта. То есть то, где не добавляется чаще всего антибиотик или какое-то такое серьезное средство. Здесь вот такое простенькое. Первая помощь больше, чтобы облегчить симптомы, а не для того, чтобы вылечить. Ну и все, и последний тут ряд. В принципе, здесь уже идет у нас питание такое, батончики разные, протеины, коктейли делать. Тут тоже протеиновые сиропы. И здесь уже целый ряд добавок. Добавок, витаминов, там витамин Д3, С, все остальное. Здесь прям бесконечная, смотрите, акция. Один берешь, один бесплатно. Вот, здесь такая акция сегодня на витаминке. В общем, вот такие вещи можно купить в свободном доступе. Пришел, взял как в магазине, пошел, заплатил и забрал. Здесь уже рецепт не нужен, здесь уже все просто. Также здесь можно купить очки. Но очки вот в таком доступе, они продаются чаще всего на плюс. Вот плюс 2,75, плюс 3,25. На минус это только через доктора, только через оптику. Здесь вот и солнечные, темные очки, лупы, разные оправы. Можно выбрать также, пожалуйста, разные журналы, газеты, книги. С этой стороны у нас открытки, какие-то гифт-карты подарочные. Здесь тоже все, что можно подарить, упаковать. Пакетики, коробочки. Канцелярия, пожалуйста. В аптеке можно даже канцелярию приобрести. В принципе, все, что есть, все, что нужно, можно здесь найти. Ручки, блокноты, тетради, папки, калькуляторы, линейки. Ну, в общем, все, что можно. Я же говорю, это такой универсальный магазин, аптека в Америке. Даже вот бумага для принтера, пожалуйста. Стикеры, конверты. Вот такие упаковочные разные конверты. Скотч, ножницы. Лежанки для собак, для кошек. Стульчики раскладные. Представляете? Так, ну здесь все, что с праздниками связано, это мы уже поняли. Вот, часы можно купить. Косметика. Косметики вот там очень много. И причем брендовые разные косметики. Не просто там, знаете, лишь бы что-нибудь. Так, здесь у нас канцелярия продолжается. Детская уже. Карандаши цветные разные. Тревел. То, что можно взять с собой в путешествии в маленьких объемах. Шампуни, кондиционеры для умывания. Маленький станок бритвенный. Порошочек мини такой. Так, а здесь тоже у нас отдел с колготками. С футболочками. Одежда. Одежда, носочки. Нижнее белье. Здесь можно найти. Так, идемте так вернемся, чтобы... Если там повторяется, я просто такой общий обзор сделаю. Да, здесь вот огромный отдел с обеих сторон. Это открытки на разные случаи жизни, на разные ситуации. И с этой стороны открытки, и с этой. Они даже подписаны для дня рождения. Ему или там ей. Вот, для нее, например. Для него, да, мальчикам, девочкам. То есть все по темам распределено. Можно не запутаться. Игрушки детские. Вот здесь у нас какой-то бренд. Разные солнцезащитные средства. Отдел детский с разными игрушками. С разными-разными игрушками. И питание. Всякие вот батончики, пюрешечки для детей тоже здесь продается. Детское питание. Именно для грудничков уже здесь тоже можно купить разная водичка дистиллированная. Ну и здесь разного тоже машинки, пожалуйста, стоят. Здесь разные средства. Ватные палочки, разная пудра. Тальк, да, масла Джонсонс Бэби. Лосьоны, крема. Вот эти от ожогов. Крема очень хорошие. Помогают, убирают сразу жжение. И волдыри предотвращают, не появляются. Так, что у нас тут? Здесь у нас увлажнители воздуха продаются. Ну здесь уже тоже разные бутылочки, шприцы, соски. Все остальное уже для грудничков. Маленькие тут капли для них разные. Электролиты. Вода с электролитами. Так, ну и естественно, все вот эти салфетки, панки. Памперсы. Влажные салфетки там дальше. Разные аксессуары для волос. Резинки, крабики, ободочки. Расчески. Всевозможные. Какие брашинги для укладки. Вот, знаете, аптека называется, да? Вот тут большая куча, мало, разных заколочек. Цены не показываю, потому что, как бы, ну цены, я думаю, примерно как везде, я просто показываю ассортимент. В этом видео больше цель показать, что вообще находится в аптеках в Америке. Что продается по ценам. Примерно они похожи. Ну, плюс-минус там. Так, тоже для волос разного всего много. Здесь у нас силиконовые разные накладки. Так. Здесь у нас женский отдел с разными прокладками и тому подобного. Пледики. Плед... А, нет, это не пледики. Это халатики. Халаты такие. Здесь еще продаются мягкие, красивые, приятные. Так, вот, пожалуйста, этот бренд предлагается здесь. Целая витрина. Средства для укладки волос. Утюжки, фены, плойки. Все-все-все. Можно найти. Краска для волос. Разные здесь у нас средства для волос. Большой выбор краски. Ну, такая любительская, естественно, непрофессиональная. Профессиональная здесь вообще продается в отдельных магазинах. И чтобы ее купить, нужна лицензия. Вы должны быть лицензированным парикмахером, чтобы можно было эту краску купить. А так, в общем, доступа ее может не быть. Только вот такая непрофессиональная, любительская. Ну, и средства вот уже для мужчин. Разные тут гели для душа, кондиционеры. Все остальное. Здесь у нас лаки для волос. Сухие шампуни. Тоже, кстати, возможно, выгодно. Сколько стоит? 13. Этот 12. Я в TG Maxx обычно беру. Один берешь, второй скидка. Может быть, мне даже выгоднее здесь по моей членской карте выгоднее будет брать. Так, идем дальше. Здесь витрина посвящена ресницам. Куча разных ресниц. Американки очень любят вот такие накладные ресницы. Причем вот прям вот некоторые вот такие делают себе. Очень много. Особенно темнокожие девушки прям обожают. Прям ресницы у них, они стоят. А они такие огромные, как у куклы, моргают. Поэтому это здесь очень популярно. Все, что связано с накладными ресницами, на ура идет. На ура. И наращивают, и клеят. Все, что угодно. Так, ну и здесь уже пошли у нас брендовая. Пошла брендовая косметика. Вверху написаны бренды. И в принципе все, что они предлагают. Вот, пожалуйста. Maybelline. Дальше у нас L'Oreal. Тоже огромный ассортимент. В принципе, да, как магазин. Все для красоты. В аптеке можно это взять. И за счет вот этих скидок, за счет вот этих вот программ разных, здесь это можно взять очень выгодно. Здесь не подделка. Оригинал, естественно, продается в Америке. В таких местах запрещено продавать подделку. Где-то в интернет-магазинах можно нарваться. А именно в официальных таких магазинах подделку не продают. Revlon. У нас, ну в общем, куча брендов. Вот отсюда стану, вот здесь начинается. И вот это все, это все косметика. Разная. Так, где мы там с вами остановились? В каком ряду? Показать вам уже до конца. Что ж, я уже пришла? Надо до конца вам показать. Так, тут тоже средства для волос. Шампуни, кондиционеры разные, ну, укладочные. Такие они, знаете, непрофессиональные, но, в принципе, полупрофессиональные. Неплохие варианты можно найти. С этой стороны уже идет обычная. Типа понтин. Далф. Вот такие вот бренды. Здесь уже с этой стороны. Ну, по сути, вот это очень популярная фирма. Здесь в Америке для волос многие пользуются. Ходеншолдерс, естественно. Ну, и здесь тоже разные средства уже, я думаю, посерьезнее. Вот это мне очень нравится фирма. Я помню, у меня был вот такой шампунь. И в потерянных посылках я находила и маленькие, и большие объемы. Хорошая фирма. Ниоксин. Очень отличная фирма тоже. Слава пользуется для волос от выпадения, от этого. Ну, я помню, я рассказывала в одном из видео, когда в потерянных посылках там нашелся этот шампунь. И я там немножко о нем рассказывала. Так. Фукстовы этой фирмы, кстати, мне недавно попадался. В потерянных посылках шампунь. Вот он здесь тоже продается. По-моему, вот такой у меня был. Ну, вот смотрите, тут он стоит 38,50. 38. А я купила за 7 долларов. Ну, потерянные посылки это, конечно, исключение из правил. Так. Очечки, очечки. Дальше. Здесь у нас средства для полостерта. Разные ополаскиватели. Зубная паста. Тоже практически всех брендов, которые продаются в магазинах. Я думаю, не только в Америке, естественно, эти бренды продаются. Тут разные гели, нити, зубочистки. Чего только нет. Ну, здесь тоже для travel такой отдел. Все, что для путешествий в маленьких объемах. То, что можно взять, да, с собой в дорогу, чтобы не тащить. Большие объемы. Так. Ну, с этой стороны у нас для детей. Зубная паста. Разные шампуни и так далее. Здесь у нас куча дезодорантов разных всяких. И натуральных, и не очень. И для мужчин, и для женщин. Здесь уже мужской отдел тоже в плане гели для душа. Там, наверное, шампуни были, а здесь, наверное, гели для душа уже идут. Ну, и тоже здесь вот и для женщин гели для душа. То есть отдел дезодорант и гели для душа. Уход за телом, да. Санитайзеры. Санитайзеры. Здесь у нас отделы с бритвенными станками для женщин и для мужчин. Все вместе. Тоже огромный ассортимент. Много всего есть. Здесь у нас отдел с ногтями. Все, что связано, да. Разные накладные ногти. Каких только нет. Мне кажется, уже это вышло из моды. Но здесь любят ногти накладные клеить. Очень. Вот как ресницы, так и ногти. Вот это все обожают. Просто иногда приходишь в магазин, на кассе стоит девушка. И у нее вот ресницы. Кассир, да. Как у куклы. Хлопая ресницами и взлетает. Также и ногти. Длинные накладные лаки. Для ногтей. Инструменты. Лампы. Крема. Так. Здесь у нас вата, диски, палочки. Все такое. Тоже вот этот бренд. Здесь у нас продает разные лаки для ногтей. Все тут вперемешку. В общем, уже здесь уже последние отделы. С косметикой. Они вот именно разных брендов. Видите? Стеллаж. И здесь вот можно найти и туши для ресниц. И карандаши, и помады. В общем, все что угодно. Цветы, да, продаются. А до тюльпанчики уже что-то опали. А так вот можно орхидеи красивые. Смотрите, какие цвета. В горшочках тоже. Окей, thank you very much. Так. Ну и здесь у нас уже тоже для лица разные средства. Чем умываться. Для тела. Крема, тоники, лосьоны и все остальное. Вот этого бренда очень много здесь. Я на iHerb его заказывала. Здесь вот тоже он продается. Но здесь он дороже, естественно. Олей большой ассортимент разных средств. Лореаль. Да, гарниер. Ну, в общем, друзья, куча-куча-куча всего. Но этим здесь не ограничивается. Вот, смотрите, даже такие цветы можно купить. Букеты, да. Не просто в горшках, а вот именно живые цветы в вазу. Вот такие горшочки. И, конечно же, продается здесь еда. Тоже в большом количестве. Разные конфеты, печенья, вот эти снеки. Здесь этого куча всего. Все, что вот в магазинах стоит, здесь это тоже есть. Жевательные разные. Мармеладки. Цены примерно такие же. Чуть-чуть, может быть, подороже. Вот чипсы. То есть аптека – это не значит все, что связано со здоровьем. Иногда что-то связано и не совсем здоровым питанием. Шоколад разный. Ферреро Роше. Конфетки. Даже молочные продукты. Видите, в холодильниках стоят. И молоко, и кримеры разные. Холодный кофе. Я вот такой фирмы покупаю обычно кример себе в кофе. Вот просто молоко в галлонах. Напитки. Водичка. Разные энергетики. Здесь уже кока-кола. Здесь уже идут спиртные напитки. Вот эти. Пиво. Представляете? В аптеке даже пиво продается. Так же в этом холодильнике у нас и пицца есть, и разные гамбургеры, и разные мини-пиццы. То есть все, что хотите перекусить. Вот такой вот именно полуфабрикаты. Здесь можно найти. Вот уже готовое блюдо. Да, там курица, рис, такой бол. Мороженое. Мороженое здесь даже может быть выгодно покупать. Когда вот одно берешь, на вторую скидка. То, что, например, в пабликсе оно само по себе дороже стоит. А здесь вот такая цена. О, здесь уже мороженое прям покрылось снегом. Ну, представляете? То есть вот этот отдел с холодильниками. Здесь у нас полноценная еда. Можно голодным не остаться. С этой стороны, смотрите, витрина. Здесь и шампанское, и вино. Вот это, конечно, удивительно для меня, что в аптеке даже спиртное продается. Пожалуйста, бери, не хочу. Для собак разные вкусняшки. Снеки. Коробочки с мягкой едой, с сухой едой. Косточки разные погрызть. Игрушки. Наполнители для кошачьих туалетов. Тут уже у нас для кошек питание разное. Вот, пожалуйста, даже лампочки, даже удлинители, фонари. Ну вот все. Вы понимаете, что, по сути, в какой область жизни ни возьми, все есть. Средства от москитов, от насекомых. Кстати, нужно купить. Мы вот такой обычно покупаем. Он пахнет вкусно и нормально помогает, защищает. Так, проекторы, смотрите, какие-то продаются. Колонки светящиеся. Банки. А, нет, это не банки, друзья. Это у нас эти. Для стульев на ножки надеваются, чтобы стулья не скользили. Там внизу такая войлочная часть. Я думала, банки. Думаю, ничего себе. Ну, банки неудивительно встретить. Стульчики, смотрите, наверху пляжные стоят. Пожалуйста, можно стульчики купить. Вентиляторы. Для спорта. Гантели. Шары разные, коврики. Принадлежности всевозможные. С этой стороны у нас все, что для стирки. Порошки. Кондиционеры. Вот эти гранулы, ароматизирующие белье. Бумажки, которые тоже кладутся в сушильную машину. Освежители воздуха. Средства для уборки. Для унитазов. Смотрите, салфетки дезинфицирующие. Ну, в общем, не пропадешь. Ну, по сути, если он 24 часа работает, то, конечно, вот так вот что-то закончилось. Срочно надо. Ты всегда знаешь, что в апсеке ты можешь это купить. Крючки. Открывашки. Щетки какие-то. Шпатели. Все есть. Так, вот он этот отдел. Со стороны уже, где стулья стояли наверху. Только с этой стороны уже они для продажи идут. Кулеры, сумки, холодильник, батарейки, картриджи для охлаждения, полотенца пляжные, жилеты для детей, купальные вот эти кофточки, чтобы купаться, очки, сланцы. Друзья, ну вот просто, вы понимаете? Тапочки для купания. Охлаждающие какие-то полотенца. Обалдеть. Тут тоже детский отдел. Всякие детские игрушки продаются. Вот тоже. Одежда. Какая-то такая, правда, примитивная. Такие сарафанчики домашние, нам больше. Халатики. Домашний пляжный, да? Кто куда. Да, детские всякие тоже ведерочки для пляжа. Ну и вот здесь мы еще не были. Вот в этом отделе. Здесь у нас разная вода. Напитки. Чаи холодные. Соки. О, вот такую фирму, помните? Мы покупали недавно в потерьных посылках. Большую упаковку. Как раз там разные виды были, вкусы. Здесь тоже газировка различная. Ну и с этой стороны еще, пожалуйста, огромнейший выбор вина. Такие огромные. Смотрите, галлоны вина продаются. Сангрия. Также здесь есть отдел, где можно сделать фото. Распечатать фото. Рамочки вот продаются. То есть можно плакат или что-то такое. Это услуга здесь такая есть. Можно выбрать, оплатить. Там эти все у них машины. Ну и куда же без украшений? Украшения тоже здесь разные придаются. И серьги, и кольца. Ну, бижутерия, естественно. Кулончики, цепочки. Мы, девочки, конечно, это все любим. Естественно. Но сильно долго останавливаться, к сожалению, не будем. Потому что это не хватит жизни, чтобы все это рассмотреть. Сережки вот для ушей разные. С этой стороны у нас вот пляжные халатики, шляпки, очки. Здесь тоже, наверное, одежда для купания, я думаю. Потому что вот такой материал чаще всего используется для защиты. Да, вот здесь написано, что защита 50 от ультрафиолета. Вот эти футболочки. Они защищают. Можно в них плавать. Если вам нельзя на солнце. Ну, а как здесь, во Флориде без солнца. На океан ходишь. Поэтому можно вот в такой одежде. Плавать и находиться. Не будешь загорать, не будешь обгорать. Конечно же, очень много разных солнцезащитных средств. Разных брендов. На любой вкус. Вот этот бренд очень хороший. Вот эти вкусно пахнут. Всегда вот этого бренда. Средства разные. Такие приятные. На океан, когда приходишь, если ты не купаешься, просто гуляешь, то чувствуется не запах океана, а запах разных средств. То, что люди там лежат, на пляже загорают, пользуются. И вот прям такой аромат стоит именно вот этих всех разных средств. Ну, вот такая, друзья, аптека. Так, по-быстренькому. Представляете, сколько времени мы сейчас с вами потратили, чтобы пройтись по аптеке. Так это я просто пробежалась. Я сильно не заостряла внимания, там, рассматривать все, да, обращать внимание, там, какие средства есть. Если это косметика, то какая косметика. Чуть-чуть задержались на лекарствах, так, ну, потому что все-таки аптека, поэтому больше внимания уделено. Но посмотрите, сколько всего продается, кроме аптеки. То есть зашел и гуляешь тут. Купить можно все, что угодно, как вы поняли. То есть, что бы с вами не случилось в жизни, ну, в принципе, да, аптека выполняет свою роль. То есть, если в аптеке продается все, что нужно для первой помощи, средства первой необходимости, то, по сути, вот все, что в нашей жизни, все ситуации, которые могут произойти в нашей жизни, в этой аптеке, в американских аптеках, можно все найти на любой случай жизни. Выручает вот на 100%. Напишите, друзья, как вам аптека в Америке? Вы такая ожидали? Может быть, у вас точно такие же аптеки? Напишите, вот просто очень интересно, насколько отличается, не отличается. Вот кто просил снять такое видео, напишите, пожалуйста, такое ли у вас было представление об аптеках в Америке, что здесь именно вот такой ассортимент, такие вещи здесь можно найти. Друзья, на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Получилось оно уже такое длинноватое. Я даже сама не ожидала, что видео об аптеке займет столько времени. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан на наш канал. Ну и, как всегда, желаем всем всего самого хорошего, доброго. Берегите себя. Увидимся в следующих видео. Всем пока.